Приветствую вас, Юлия. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Ненависть. Ненависть Чувство сильное, конечно же. Ненависть основан на, как бы вам этого не хотелось бы, но на неравнодушие к человеку. То есть вот, вы не равнодушны к этому человеку. Несмотря на то, что вам он неприятен. Несмотря на то, что вы его ненавидите, но, тем не менее, вы к нему неравнодушны. И, наверное, это первое, что стоит признаться. Что его поведение, его какие-то вот действия, они вас до сих пор задевают. Они вас до сих пор волнуют. Они вас до сих пор трогают. И ненависть, ваша ненависть. В том числе, связано с тем, что вас человек ещё волнует. Несмотря на то, что вы уже действует не вместе. Как вы, наверное, сами понимаете, если мы говорим о природе ревности, что это агрессия, если мы говорим о природе ревности. Что это агрессия. Агрессия бывает в том случае, когда нужно себя защитить. Когда человеку необходимо себя защитить. Ну, соответственно, возникает, конечно, вопрос. А от чего тебя защищать? Ну вот, как бы, как бы в данном случае. Что необходимо защищать. Что вам угрожает. Ну, может быть, вы чувствуете вину. В том числе, перед своими близкими. Людьми. Вы чувствуете вину. За то, что вот, подпортил жизнь вам и им, мужчину. И ответственность вы, соответственно, перекладываете на него. Ну, это он виноват в том, что произошло. А то он ответственный. А вам, ваша ответственность, ну, достаточно тяжело дается. Достаточно тяжело воспринимается. Вот. И так далее. То есть тут моменты, конечно, тоже-тоже могут быть достаточно серьезные. Может быть, может быть, вы вынесли некую, ну, для себя крайне тяжелую форму опыта. Опыта. В данном ключе. То есть, расставание, например, с человеком достаточно тяжело вам далось. Ну, что вам вот, ну, что вы очень долго, например, переживали и очень долго, например, страдали и, ну, вам было сложно. Вам было сложно. Вам было тяжело. Понимаете? Вот. Ну, это, это тоже может играть свою, свою роль. Много-много моментов может играть свою роль. Вот. Тут важно посмотреть, что именно вызывает у вас ненависть. Но совершенно точно я могу сказать, что ненависть это больше, ну, вот именно про то, что вас задевает, про то, что вас беспокоит. Вот. Ненависть это то, что вас волнует, то, что вас тревожит сильнее всего. Это, грубо говоря, желание уничтожить, зачастую в прямом смысле этого слова. Вот. Уничтожить объект, который мешает вам находиться в комфорте. Вот. То есть это вот буквально, 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 буквально такое, вот, если можно так выразиться, да, определение ненависти. Это желание убрать преграду, которая мешает мне чувствовать себя хорошо, чувствовать себя позитивно, чувствовать себя комфортно, корректно и так далее. Ну, соответственно, какие-то свои чувства вы, вероятнее всего, не выразили человеку. Вот. Какие-то свои, какие-то ваши переживания были не до конца реализованы и, соответственно, они, наверное, счастливы. То есть вам бы вот прожить это чувство. А зачастую ненависть уходит, если прожить, полноценно прожить вот то, что вы чувствуете. Не зажимать это себе, вот, а прожить полноценно. Как бы идея, она заключается в этом. Хотя, конечно, у вас может быть своё мнение на этот счёт и вы можете, ну, думать по-своему. Ну, никто вас ни к чему не принуждает. Безусловно. Безусловно. Вот. Я надеюсь, что это понятно. То, что я хочу сказать. Ну, у вас есть несколько вариантов решения своей проблемы, как вы можете видеть. То есть есть вариант, при котором вы работаете быстро по адовской методике, вот, коллеги моего. А есть вариант более медленного, но более, наверное, осознанного метода. Когда результат, может быть, будет не таким скачкообразным, но зато действие эффект будет, ну, скажем так, только вашим и ничьим больше. Вот. Решать вам исключительно и та, и другая, ну, и то, и другое работает. Вот. Хорошо, просто кому-то, вот, ну, подходит, да, там, что, кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. Вот. Решать вам, смотреть вам. Любое ваше решение мы примем, я думаю. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что на этом можно закончить мой ответ уже. Вот. Я надеюсь, надеюсь, что вам это было полезно. Смотрите, забыть, вот, забыть. Забыть ничего невозможно. Именно, именно забыть. Потому что это память, и память, как бы, ну, простите. Из памяти ничего не уйдет. Вот. Изменить отношение к ситуации. Да, можно. Можно. И даже нужно изменить отношение к ситуации, потому что, ну, совершенно очевидно, что вам это мешало. Но, эээ, можно прожить, можно, эээ, как бы, сказать, вот, эээ, знаете, как, перерасти. И, эээ, вот, эээ, всё, можно. Но, не забыть. Забывать, эээ, не получится. Пустое это, трата времени. Временно. Поэтому нацеливайтесь на, знаете, как, вот, на принятие опыта, да, на работе с опытом. На изменение своих взглядов, в том числе. Может быть, на, нацеливайтесь на разграничение ответственности, если здесь замешаны родственники. Вот. И всё, как бы, у вас будет, эээ, потихонечку налаживаться. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что вам кажется, вероятно, что это невозможно, невозможно, но, возможно, всё было бы желание. Вот. Что вам нужно, как я сказал, это увидеть конкретно, эээ, какой и в чём. Эээ, раздрай вносит, эээ, мужчина в вашу жизнь. Вот. То есть, что конкретно вас, ну, вот, беспокоит. Да? Схемер вам мешает. Схемер вам угрожает. Я даже вот так сказал. Потому что, ну, очевидно, что здесь есть угроза. А, ну, ну, угроза, ладно, очевидно, она здесь есть. Поэтому, собственно, отсюда и ненависть, эээ, возникают к человеку. Желание его устранить, убрать и так далее. Но, вы-то ведь, вы-то ведь, уязвимы по-прежнему. Понимаете? Хочешь, ну, убрать-то, ненависть, может быть, уберёте? Да? Вот. Я не думаю, что это то, чего вы для себя бы хотели. Поэтому, эээ, учитесь, учитесь, эээ, учитесь заботиться о себе, эээ, правильно, учитесь заботиться о себе, эээ, конструктивно, учитесь заботиться о себе по-взрослому, я бы сказал. Вот. Учитесь заботиться о себе, эээ, конструктивно. Вот. Чтобы, эээ, это, на самом деле было конструктивно, чтобы это, на самом деле, эээ, ну, шло, шло, шло вам на пользу. Вот. Вот. Чтобы это, на самом деле, было полезно вам. Вот. Эээ, что ж, удачи вам. Всего самого доброго. Я надеюсь, что, эээ, свою проблему вы решите. Я желаю вам всего самого доброго. Какой-то, эээ. Какой-то, эээ. Какой-то, эээ. Продолжение следует...